Ситуация в Приднестровье вновь приковывает особое внимание. Россия устами официального представителя МИДа Марии Захаровой заявляет, что обеспокоена урегулированием. По ее словам, ситуация вокруг Приднестровья осложняется, переговоры заблокированы, а потенциал позитива, созданный двумя встречами Игоря Дадона и Вадима Красносельского, растрачивается впустую. Не осталось незамеченными заявления Влада Плохотнюка в Нью-Йорке, на которое остро отреагировал Дмитрий Рогозин. И вот на этом фоне появляется информация об официальном открытии первого молдавско-украинского таможенного пункта на Приднестровском участке границы Кучурган-Первомайск. Если к этому добавить и заморозку формата 5 плюс 2 и еще много чего, то становится ясно, что еще недавние надежды на позитивные сдвиги становятся призрачными. Почему так происходит? А главное, как это изменить? Вопросы, которые ждут своих ответов. И разобраться в этом, я полагаю, дело принципа. Вы смотрите Акчен-ТВ. Здравствуйте. Я представляю моих сегодняшних гостей. Сегодня у меня политологи Борис Шаповалов. Добрый вечер. Игорь Волницкий. Вам здравствуйте. Ну что, Приднестровье. Тема вечная, наверное, для Республики Молдовы очень важная. Ну давайте так вот. Начнем с открытия этого поста, которое произошло сегодня. Присутствовал господин Порошенко, присутствовал господин Филипп. Все это церемония состоялась. А я хочу понять, вот какие цели ставили перед собой эти люди. И что от этого, собственно говоря, будет иметь Кишинев, Тирасполь, да? Украина. Господин Волницкий. Ну, о возможности открытия этих постов, таких постов, если быть точнее, говорится давно. И, кстати, не раз предпринимались попытки, правда, на словесном уровне. И никогда дальше этого не заходила речь. И существует мнение, что это происходило, это затормаживание, если можно так выразиться, происходило из-за позиции Украины. Потому что говорят, и, кстати, сейчас многие обозреватели, многие аналитики говорят, что только сейчас, после того, как Украина столкнулась с проблемами на своих территориях, с проблемой Луганска, с проблемой Донецка, только после этого она поняла, что проблемы Приднестровья надо рассматривать иначе. Это есть точка зрения, она активно обсуждается. Конечно, с официальной точки зрения, если рассматривать те аргументы, которые приводятся в пользу открытия этих постов, можно увидеть и позитивные стороны. Но если учитывать тот факт, что наши власти всегда за позитивными сторонами, скрывают и кое-какие негативные стороны, стоит призадуматься и задаться вопросами, какие другие цели, кроме как объявленные официально, есть. Сразу же скажу, наверное, не то, что наверное, но пришло время предпринять какие-то конкретные шаги. Но вопрос в том, и возможно, если бы другая власть предприняла такие шаги, возможно, они бы воспринимались по-другому в обществе. Но когда такие шаги предпринимает власть, которая не пользуется доверием населениям, рейтинг, уровень доверия к ней очень и очень невелик, если не сказать, что очень маленький, то тогда возникают совсем другие вопросы. Но в принципе идея хорошая. Вопрос в том, кто её собирается превратить, предотвратить в жизнь, если можно. А я предварю ваш вопрос. А кто вообще всё-таки, по вашему мнению, автор? Потому что разные есть гипотезы. Кто вот настаивал в данный момент больше всего? Вы знаете, я думаю, что больше всего на этом настаивали внешние партнёры. На этом этапе у тех, которые находятся официально у власти в Киеве, у тех, которые находятся официально у власти в Тишинёве, практически одни и те же партнёры. Это в первую очередь европейские партнёры, народно-европейская партия. Правда, народно-европейская партия имеет в Тишинёве совсем других партнёров, но поскольку она является мажоритарной, самой большой партией в Евросоюзе и держит пульс на руку Евросоюза, которая продолжает давать в том числе и финансовую помощь правящему в Молдове режиме, то можно предположить, что это в первую очередь происходит с подачи европейских партнёров. И, конечно же, здесь есть и, нельзя отрицать, есть и американский интерес, американский след, ведь НАТО давно дошёл до границы Республики Молдова после того, как Румыния вступила в НАТО. И, конечно, здесь есть и интересы, связанные с Приднестровьем. НАТО и США не могут допустить, чтобы Приднестровская проблема оставалась в том же виде, они собираются надавить, тем более, что появилась и другая составляющая, совсем новая составляющая, и она имеет срок давности максимум неделю. Я имею в виду то, что заявил господин президент Украины Порошенко, что к 2020 году Украина собирается стать частью НАТО, и мы видели, как на этом отреагировали и западные чиновники, в том числе и руководители НАТО, мы видели, как на это отреагировали в Москве. И поэтому я склонён думать, что вопрос надо рассматривать очень и очень широко. И, в первую очередь, если допустить, что есть некоторые экономические интересы властей Киева и Кишинёва, надо учитывать, что есть и геополитические интересы американцев, НАТО и Евросоюза. Благодарю, уисчерпывающий ответ. Господин Шаповалов, что скажете? Я во многом очень согласен с Игорем Волницким по тому, что он высказал, по этой ситуации, по оценке. Но некоторые моменты, акценты я, может быть, заострю и чуть-чуть конкретизирую. Но однозначно идёт попытка вытеснить Российскую Федерацию из региона, вытеснить её из процесса переговорного процесса по Молдове, изолировать. То есть путём открытия вот этих постов, вы так считаете? Тут не только сам пост. Если вот мы будем рассматривать сами посты, то это одна ситуация. Но мы её не можем рассматривать в отрыве от всего комплекса тех процессов, которые происходят. Между Украиной и Россией, между Украиной и Молдовой. Тоже есть экономические очень серьёзные противоречия между тем, что происходит в самом регионе. И если мы этот вопрос не можем рассматривать без такого аспекта, как расширение НАТО на восток, без учёта интересов Российской Федерации и её влияния в этом регионе, всё это как раз и накладывает отпечаток и говорит, что это организованная, целенаправленная акция, которая просто один из кирпичиков в той стене, которая выстраивается в этом отношении. Почему? Потому что если мы ещё сюда добавим 5 высланных российских дипломатов, четверо из которых входят в Объединённую контрольную комиссию, если мы будем рассматривать этот вопрос с точки зрения того, что таким образом деятельность ОКК на сегодняшний день парализована фактически, и молдавская сторона говорит, зачем нам собираться, давайте теперь по каким-то случаям будем собираться, не надо каждую неделю по четвергам и так далее. И плюс ещё один момент, который опять-таки демонстрирует то, что это согласованная, чёткая, ясная позиция, которая идёт, и я здесь с Игорем согласен, с подачей наших европейских партнёров и прежде всего, конечно, Соединённых Штатов Америки, то есть присутствие самого Порошенко и присутствие одного из наших руководителей, это придаёт этому мероприятию какой-то вот такой, скажем так, европейский законченный статус этого мероприятия, который говорит, вот мы решили, ставим точку. И есть ещё один момент, без учёта которого мы не можем рассматривать вот те события, которые происходят. Переговорный процесс ведь у нас же практически два года ведь уже заблокирован. Вы говорите о формате 5.5 плюс 2. Да, формат 5 плюс 2. Мы поговорим об этом, да. По Приднестровью. И вот сегодняшняя позиция австрийского руководства Организации по безопасности, да, европейской безопасности, в это полугодие они председательствуют, которые заявляют постоянно, что, мол, а зачем собирать вот этот формат, мы должны собирать его только в том случае, если мы что-то кардинальное решаем и обсуждаем какой-то вопрос. То есть, вот эти все решения, которые приняты по Кучурганскому посту, а соответственно до конца года, видимо, появятся ещё и другие на молдавско-украинской границе по периметру Приднестровья, говорят вот как раз вот об этих вот целенаправленных шагах, которые предпринимаются. Ну и когда вот всё это складываешь, вот один кирпичик, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой, становится видна вот та общая палитра действий и европейцев, и Соединённых Штатов Америки, и НАТО, которые направлены чётко и ясно определённо против Российской Федерации в этом регионе. И не случайно, вот обеспокоенность Россия высказывает уже несколько раз из-за явления Государственной Думы. Ну вот там было жёстче гораздо заявление. Оно всё исходит из этого. Почему? Потому что все сегодня понимают. Сегодня это выдаётся как экономическая мера, как пограничная мера. Но помните, с 2006 года у нас есть европейская миссия на границе, которая с 2006 года за 10 лет не нашла ни одного нарушения, контрабанды и так далее. Да, нет официально зарегистрированных фактов. Чего они там, эта европейская миссия, занималась? Есть объяснение, господин Шпавалов. Говорят, что это неспроста не находят, если поговорить о тех сторонах. Если исходить из точки зрения, что коррупцию нам принесли европейские партнёры, то я согласен. А вы знаете, в пользу той версии, что всё-таки в этом не обошлось без международных партнёров, возможно, говорит тот факт, ну, как нас учили, кто платит, тот заказывает музыку. Всё-таки это насколько я понимаю, что этот проект, он профинансирован всё-таки европейцами. То есть это не Украина свои деньги там, да, в это дело вкладывала. То есть, понятное дело, что не Молдова, да. Тем не менее, как мы видим, наконец-то состоялось это долгожданное открытие. А мы об экономике, о том, что будет пресечена контрабанда, даже с вами не говорим. Это грустно. И мы это реально понимаем, что это не так. Да. Людмила, меня настораживает один очень важный момент. Хорошо, что только один говорится. Но он в данной ситуации самый главный. Вот сегодня можно объяснять таможенными, пограничными какими-то вопросами, какими-то благими намериями. Но никто не может гарантировать, что через полгода, через год будут приняты какие-то решения и внутри Молдовы, и Украины, которые окончательно закроют этот участок границы, которые прекратят свободное перемещение людей, грузов, товаров. И таким образом полностью изолируют Приднестровье и со стороны Молдавской, и украинской стороны. Чему это может привести, пример 1992 года мы прекрасно помним. Ну, россияне жестко, да, говорили. И Рогозин, когда комментировал выступление господина Плохотнюка, он там сказал, что единственный миллиардер в Молдове хочет возобновления, да, значит, военных действий на Днестре. Ну, смысл такого был сейчас, за точность цитаты, да, не отвечу. Но вот вы понимаете, как вы говорите о проблемных точках таких в Приднестровском регулировании, на самом деле их много. Но вот на сегодняшний день, знаете, вот затрудняется сказать, а какая площадка является самой приемлемой. Вы совершенно справедливо заметили, что формат 5 плюс 2, он заморожен. Баварская конференция, на которой, ну, как вы знаете, да, люди приезжают, делятся, она вроде как тоже. И получается, единственное, что было, это вот переговоры Додон-Красносельский. Это единственное, что как-то еще за это время, да, вот произошло. То есть стороны хоть как-то обменялись своим, не знаю, там, своим видением. Вы считаете, что вот это нормально, Игорь, вот что только вот у нас так происходит? Вы знаете, что меня больше всего настораживает, когда мы говорим о решении Приднестровской проблемы? Именно тот факт, что все говорят, что ее надо решить, но на самом деле те действия, которые предпринимаются, больше похожи на пиар-акции. Я здесь касаюсь в первое время к акциям тех, которые были у власти в Молдове, начиная с 2009 года. Я объясню, что я имею в виду. Например, если смотреть все программы, если я не ошибаюсь, с 2009 года у нас было где-то минимум 5 правительств. Минимум у первых 4 правительств в программе фигурирует. Это можно легко посмотреть, потому что эти программы не секретные документы, их никто не засекретивал. Во всех, абсолютно во всех есть очень важный пункт – разработка стратегии по урегулированию Приднестровской проблемы. У нас есть бюро по реинтеграции, у нас есть вице-премьер во всех этих 5 правительствах, может быть их и 6, если не ошибаюсь, но скажем так 5. У нас есть вице-премьер, который занимается этой проблемой. В этой должности вице-премьера были минимум 3 человека, то есть минимум 3 человека с видением и с полномочиями могли сделать это на практике. Где этот пункт, где эта стратегия? Вот мы все говорим о платформе, на которой должно произойти Приднестровское урегулирование. Так вот, эта стратегия была бы хотя бы заявлением со стороны молдавских властей, официального Тишинева, как они видят решение Приднестровской проблемы. Тогда партнеры, внешние партнеры, будь то Россия, будь то Украина, будь то ОБСЕ, будь то наблюдатели в переговорном процессе, Евросоюз, США, они бы смогли понять, чего мы хотим. Это как в том старом советском фильме. Как же тебе понять, дорогой, если ты ничего не говоришь? Вот об этом я и говорю. У меня большой-большой знак вопроса к искренности, намерениям всех тех, которые были у власти, которые объявляли, что хотят решить Приднестровскую проблему, но не умудрились даже банальную стратегию. Я не побоюсь этого слова. Банальная, потому что у нас политики, стратегии, реформы делается очень много. Они очень хорошо звучат. Конечно, у нас реформа уже ругательное слово. Конечно, ну хотя бы так. Какой-то перечень, да. Какой-то документ красивенький. Ну хорошо, разработайте, если не хотите другое видение. Развивайте закон от 22 июля. Кстати, вот на этой неделе очередная годовщина 2005 года. Да, 22 июля 2005 года был разработан, принят впервые закон, который хотя бы говорил о видении молдавского парламента. И тогда через консенсус, тогда и коммунисты, и власти, и оппозиции, все, все, все проголосовали за этот закон. Так что так трудно стратегию. Если трудно разработать и представить стратегию, о каком Приднестровскому регулировании на деле мы можем говорить. То есть у вас есть версия, что на самом деле власть с 2009 года, она не очень-то и хочет. Да, к сожалению. Вот это главное мысль. Да, к сожалению. Я сказал, что на фоне этого бездействия, все те акции, которые предпринимаются, больше всего похожи на пиар-акции. И поэтому я говорю, да, некоторые действия, даже эти пункты совместного контроля на Приднестровском участке границы, да, они как заявления о намерениях выглядят хорошо. Никто не отрицает, что это нужно делать, в том числе и эти пункты. Но кто их делает? Люди, которые даже стратегию не могут принимать, чтобы их видение про регулирование Приднестровской проблемы стало известно всему миру и молдавскому обществу в том числе? Вот мой вопрос. Я не знаю, что сейчас бы ответили вам молдавские власти, но предполагаю, что могли бы сказать свое оправдание такой момент. Ну, смотрите, что мы только не делали в переговорах с приднестровцами, чтобы они начали обсуждать статус. Ведь с 2004-го приднестровцы согласны обсуждать что угодно. Просто ситуацию в Гватемале даже, и то вот они готовы обсуждать, но только не трогайте, пожалуйста, статус. И вот на самом деле с Приднестровьем просто, да, они что, у них было, они говорят, у нас был референдум. У них есть четкая позиция. Да, у нас был референдум, мы сказали, что мы хотим, что мы движемся в сторону России, а мы как бы, мы вот молдавские власти, понимаете, нам надоело, что вот они пользуются нашими послаблениями некоторыми, да, вот то мы там их дипломчики признавали, то еще что-то делали. И вот поэтому не хотим мы вот так вот с ними, что называется, кроме статуса ни о чем говорить. Господин Шаповалов, что бы вы им сказали? Ну, здесь опять-таки наш президент Игорь Николаевич Дадон, недавно выступая в клубе «Социальный резонанс», он высказал четко, ясно свою позицию. Она была очень широко разрекламирована, опубликована. И здесь есть два главных системных вопроса. Вы очень четко, ясно подметили, Людмила, что первый – это политическое урегулирование, это отдельный блок. И этот блок должен исходить, прежде всего, я с Игорем согласен очень, из позиций сторон. Вот одна сторона, я вижу вот так, говорит, вот такие-таки шаги, вторая сторона, я вижу вот так, такие-таки шаги. А у нас все время раздается с молдавской стороны вопрос, давайте обсуждать политический вопрос. Ну, давайте обсуждать, ну, положите действительно, как образно говоря, карты на стол, чтобы видеть, что обсуждать. Но непонятно, какой позиции всего, то это вызывает, естественно, вопросы. И здесь есть еще один момент. Второй очень важный аспект, помимо политического урегулирования, то есть он системный тоже, это те текущие проблемы, которые у нас накопились между взаимоотношениями двумя, ну, между двумя берегами за последние 25 лет. Ну, это масса, и те же земельные участки, да, вот, которые находятся в Дубосарском районе и Григориопольском за дорогой, да, это и школы с преподаванием на румынском и молдавском языке, это и связь, это признание документов, номеров и так далее. Ну, это элементарные вопросы, которые при, казалось бы, вот, мы с вами втроем собрались, да, и при вот нашем таком единении каких-то душ и понимании того, что нужно решать, да, мы эти вопросы решим. Ну, вот по-соседски, да, вот три квартиры на площадке собрались, мы с вами решили, вот как мы будем ходить по общему коридору, какие у кого есть какие-то вопросы, договорились и разошлись. Плохо, хорошо, но мы договорились, но ведь этого не происходит. И вот здесь очень верно вопрос, Людмила, вы подметили, а кому это нужно и нужно ли? А нужно ли это нашему проевропейскому правительству, пятое сегодня это правительство, Игорь считал пятое, все-таки насчитал по пальцам, если габурище считать. Значит, нужно, зачем? А там, извините, кто у нас в правительстве? Граждане, румынские граждане, граждане, имеющие двойное гражданство. Если мы возьмем большинство наших депутатов, это граждане соседнего государства. Если мы возьмем, ну это вообще, ну, кто только на эту тему не упражнялся, у нас, да, пять судей из шести конституционного суда, граждане Румынии, которые присягали на верность этому государству. Так сегодня у нас у власти, получается, находятся, с одной стороны, скрытые унионисты, с другой стороны, есть открытые явные унионисты, типа ГИМП, типа некоторых других. Вот Санду уже не стесняется, Майя, да, заявляет о том, что вот она конкретно за объединение и так далее. И действительно никому не нужно, кроме некоторых политических сил, которые у нас существуют. У нас сегодня реальная программа, которая есть разработанная, которую можно критиковать, которую можно обсуждать. Но она есть. Это программа партии социалистов. Это программа Игоря Дадона о федерализации. Хотя бы одна политическая сила четко и ясно расписала. Мы видим это вот так, вот так, вот так, вот так и вот такие шаги. Но зато все ее раскритиковали. А кто-то что-то предложил из этих критиков? Нет, никто ничего не предложил. А здесь есть очень масса вариантов. Давайте по Европе посмотрим. Тоже государственное устройство Германии, Швейцарии, земельно-кантональная система и многие другие. Прямо бери кальку, слепку, делай у нас по Молдове и никаких вопросов. Но самый страшный у унионистов лозунг какой? Никакой федерализации. Почему? Да потому что Бухаресту и унионистам четко и ясно понятно. Федерализация ставит большой крест на вообще каких-либо притязаниях, на какое-либо будущее объединенной Молдовы, Румынии. Я склонен думать, что это главная причина. Ну вот я опять же ставлю себя на место кишиневских властей, чтобы они еще сказали. Видите, пытаюсь с вами спорить. Давайте разделять кишиневские власти. Они разные. А вы хотите сейчас сказать, что кишиневские муниципальные? Есть президент и есть его оппоненты. Коалиционные. Временно находящиеся у власти. Мы когда говорим об урегулировании с 2009 года, то я думаю, всем понятно, что Игорь Николаевич тогда еще не был президент. Немного, конечно. Вот появился у них такой козырь, на мой взгляд. Мы говорим, смотрите, раньше в Приднестровье как? Они шли единым фронтом, что называется. Вот у них там, не знаю, был президент Смирнов, потом стал президент Шевчук, а ничего так как бы не изменилось. А вот теперь они говорят, а вот смотрите, какая у них, у них теперь одна власть преследует другую власть. Неизвестно, с кем мы можем договариваться. А потом после Красносельского придет еще кто-нибудь. Да, они пошли, взяли, что называется, все худшее. И тоже так вот сейчас будут задавать эти вопросы. С кем договариваться? Да, судьба Шевчука всем интересна. Вы думаете, как? Все наблюдают очень внимательно. Американцы не решили. Да, сейчас вы поделитесь, расскажете. Ему прежде всего расскажете, ему, наверное, тоже интересно. Игорь, вот имеет право на жизнь эта гипотеза? Да, все гипотезы имеют право на жизнь. Я скажу другое. Когда речь идет о пребывании господина Шевчука на правом берегу Днестра, у меня сразу возникают два вопроса. Первый вопрос. На каком основании он нашел приют, если можно так сказать, на правом берегу Днестра? На основании дружеских отношений с представителями нынешней власти? Если это так, то тогда у меня вопрос совсем другого плана. Если у вас были все эти годы дружеские отношения с господином Шевчуком, почему эти дружеские отношения не были, так сказать, поставлены на... На благо народа, вы реализованы. Да, почему их не использовали для того, чтобы хоть как-то продвинуться в решении прегистровской проблемы? Значит, эти дружеские отношения имеют за основу другой. А что другой? Экономические интересы? Ну тогда совсем много других вопросов возникает в этой связи. И все, закрываем первый пункт. Я говорил, что у меня есть два больших вопроса, из которых истекают несколько маленьких вопросов. Закрываем пока этот пункт. Я уверен, что не раз к нему еще придется вернуться и политикам, и обозревателям, и журналистам. Второй вопрос, большой вопрос. Нахождение господина Шевчука на правом берегу Днестра носит какой-нибудь геополитический окрас? Я на одном из телевидений высказал такое мнение, я потом слушал, что такое мнение и другие высказывали, что якобы господина Шевчука приютили на правом берегу Днестра по подсказке западных партнеров нынешней власти, что якобы господина Шевчука собирается использовать в одной большой игре. Я повторю, я сам тоже высказал в одной из передач такое мнение. В одной большой игре между Западом и Россией. Потому что господин Шевчук занимал должность так называемого президента Приднестровья в период, когда Приднестровье сыграло важную роль. Это не только мое мнение. В эскалации ситуации на Украине, мы помним, что Украина тогда передвинула часть своих войск из Донбасса и Луганска к Приднестровской границе, опасались чего-то, сбивали там дроны чуть ли не каждый день, там снимали что-то, шпионы какую-то деятельность вели. Хорошо, мы не знаем, что из этого правда и что чистая пропаганда. Вопрос другого плана. Господин Шевчук занимал важный пост. Если он был втянут в какие-то игры, он наверняка что-то знает. Наверняка западники хотят знать, в чем был посвящен господин Шевчук и, возможно, его пытаются использовать в очень крупной геополитической игре против России. Тогда это второй вопрос. Я возвращаюсь к тому, что сказал вначале. На каком основании он находится здесь? По подсказке западников, потому что его нужно использовать в кое-какие игры, если он согласится, или исходя из дружбы с нашими местными властями? От ответа на этот вопрос, кстати, зависит очень многое. Не только, что было до сих пор, что есть на настоящий момент, но и что произойдет в дальнейшем. Господин Шевчук улыбается, потому что он уверен, что он знает ответ. Вы так ярко говорили, что вы все знаете. Здесь есть еще один вариант. Делитесь. Игорь, господин Шевчук здесь находится, на правой бережью, потому что он гражданин Республики Молдова. Есть, конечно. Точка. И как гражданин Республики Молдова. Но это не исключает первые два. Он находится совершенно официально на родной земле, в родной стране. И поэтому первые два вопроса сразу якобы снимаются автоматически. Но я опять-таки с вами соглашусь в этом моменте. Вам какая версия больше нравится в отношении Запада? То, что Игорь говорит, что он может знать какую-то информацию, либо потому что он сговорился? Шевчук был пять лет руководителем Приднестровья. Он владеет государственными секретами Приднестровского региона. Он владеет секретами взаимоотношений оказания помощи Российской Федерации Приднестровскому региону. Он владеет секретами счетов, банков и прочих-прочих вещей, которые, конечно, интересуют любую спецслужбу мира. И в том числе спецслужбы Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. Вот коротко и ясно. И я считаю, что это главная причина, и его здесь будут беречь, охранять не только охрана господина Плохотнюка, но и молдавский СИП, и американский, и французский, английский, немецкий и прочие-прочие. Или что говорить представители нашей коалиции. И, к сожалению, его будут использовать. Потому что иногда они говорят разные вещи. Использовать против Российской Федерации. Есть. Вот та атмосфера, она сама, то, что происходит, напрашивается на то, что он попал в такое положение, он сам себя загнал в это положение. Хорошо, я принимаю ваш ответ. Спасибо. Тоже исчерпывающе и очень понятный. И, знаете, до сих пор многим нравится вот такая версия. Что бы мы сейчас с вами здесь не говорили, я с очень многим согласна, но говорят так, ну что там зависит от Кишинева и Тирасполя на самом деле? Ну давайте не будем смешить людей. Должен быть такой вот у нас создан треугольник Брюссель, Вашингтон и Москва. И вот там люди, взрослые, не дети. Ну нормально, приличие надо соблюсти. Да, господи шипова. Вот сейчас вы ответите. Не сразу же утюгом надо гладить человека. Ну так, вроде бы. Я извиняюсь, я перехожу. Я понимаю, о чем вы говорите. Но понимаете как, вот когда гладят утюгом, как вы говорите, то пытаются чего-то там вот первоначально добиться. Да, вот чего-то там. Это может быть на разных условиях. Да, то есть вот разговор между Вашингтоном и Москвой, вот в том Приднестровье может быть поставлено на карту вот при таких-то. Условия, да. Предметом торга из-за того-то. Или не стать предметом торга. Или не время. Или надо, давайте, учитывать еще европейский фактор. Вот вы как полагаете, этот фактор, он самый важный на сегодняшний момент? Вот именно позиция. Геополитический? Да, да. Я думаю, да. Да. Потому что в любом случае, ну смотрите, мы с Вами договорились, да. Но бюджет Приднестровья на 70% зависит от помощи Российской Федерации. Бюджет Республики Молдова более уже чем на 30% зависит от грантов и кредитов, которые заложены в наш бюджет изначально. Мне кажется, даже больше. Ну так я и говорю, больше европейских и американских партнеров. Бюджет Украины, по-моему, уже на 50% зависит от западных влиеваний. Они ничего не могут, они банкроты. Это страна на сегодняшний день банкрот, которая имеет гражданский открытый вооруженный конфликт на своей территории, у которой очень серьезные проблемы внутриполитические, там с разными, извините, неформальными, неконсонными вооруженными отрядами и так далее. Хотя им пытаются придать какой-то там более-менее законный порядок, но все мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. И, естественно, вот эта вот вся ситуация, она прямо отражается на нас с вами. Американцы не случайно не дали нам в 2003 году осенью решить этот вопрос. Ведь тогда, помните? Меморандум Козака. Меморандум Козака. И тогда говорили, тогда же Воронин тогда говорил, вот единственное, что когда я увидел, и типа он не знал, что вот российские войска должны... Без попутал. Должны, да, без попутал в лице посла Соединенных Штатов Америки. Да, я понимаю, что она прекрасная женщина, но прежде всего она представляла интересы своего государства. И что без его попутал? А без его попутал, что если бы тогда меморандум Козака заключили, и по тому меморандуму российские войска в 2018 году должны были уже освободить территорию Республики Молдова. А без меморандума Козака мы, во-первых, не решили проблему реинтеграции нашей страны. Мы, наоборот, ее загнали в угол. И сегодня мы дали возможность крупным геополитическим игрокам использовать этот момент себе во благо, а нам в кровь и во вред. Вот что меня беспокоит, и им с большой колокольни наплевать на пару миллионов молдаван, живущих на этой территории, и что с ней будет, и так далее. Спасибо. Спасибо за ответ. Игорь, если вы согласны с тем, что Приднестровье может стать разменной монетой в идеологии двух держав, одной европейской организации, имею в виду, что это может быть, чего это может касаться? Вот цена вопроса. Вы знаете, я боюсь, это очень скользкое поле, и боюсь войти в зону спекуляции, но все-таки оглашу кое-какие мысли, которые обсуждаются, открыто в политических кругах Молдовы. И знающие люди понимают, что эти темы для обсуждения не появились просто так. Да, здесь замешана геополитика. Я хочу обратить ваше внимание на один очень важный момент, на который, к сожалению, никто практически не обращает внимания в последнее время. Обострение отношений между Кишинёвым и Террасполем, неважно на какой основе, но оно происходит, оно и есть, это свершившийся факт, происходит практически параллельно с обострением отношений между Кишинёвым и Камратом. Я позволю себе напомнить пару высказываний политиков из Камрата. Во-первых, они недовольны тем, что законы, которые касаются гагаузской автономии, редактируются, это я их цитирую, в последний момент в Молдавском парламенте, в комиссии или даже в пленуме. Во-вторых, они недовольны тем, как поступили избранники из Народного собрания Гагаузии, что, будучи избранными как независимыми, за ночь они стали представителями правящей в Молдове партии. В-третьих, они недовольны поведением депутатов, которые входят в правящую коалицию, но которые являются уроженцами гагаузской автономии и так далее и тому подобное. Да они даже недовольны тем, что министр юстиции назначил главу департамента юстиции Гагаузии, не проконсультировавшись с гагаузскими властями, как того предусматривает закон о статусе Гагаузии от 1994 года. Очень много сигнальных, тревожных таких моментов, очень много сигналов приходят из Гагаузии, но, к сожалению, на них никто не обращает внимания. Ну, справедливости ради, надо сказать, что единственный кишиневский политик, который хоть как-то пытается эту ситуацию улучшить, это спикер Канду. Мы видели, что он, ну и президент, он встречался с депутатами, но я имел в виду, что Канду выступил с инициативой, типа, ну, как в этом мультике, давайте жить дружно. Ребята, давайте жить дружно. И мне кажется, что это бездействие официальных властей Кишинева, которые имеют все рычаги для того, чтобы строить хорошее взаимоотношение с Камратом. И это бездействие, это полное игнорирование существующей проблемы, которые обретают все больше и больше масштаба. Мне кажется, оно не случайным. И здесь я возвращаюсь к тому, что он говорил, что боюсь очень скользкое поле и не предаваться спекуляциям. Но я напомню тогда официальные заявления, например, депутата Молдавского парламента Марии Чубану, который говорит, что господин Плохотнюк, она слышала это в Неспаренском районе, откуда она родом, господин Плохотнюк собирается сделать УНИРю, объединение с Румынией в 2018 году, потому что это единственный шанс для него что-то там, ну, я не стану комментировать. И она говорит, что эту информацию она получила от представителей Демократической партии в этом районе. И тогда, когда мы все это складываем воедино, тут бездействие, тут определенная конфронтация, тут другие планы. И если учитывать, кем является Кишиневская власть для европейцев, то тогда картина становится ясной. Это уже не ситуация между 2009 годом и 2014, когда Молдова была историей успеха Восточного партнерства. Молдова — это уже даже и не золушка. Молдова — большая головная боль для европейцев. И они вынуждены как бы держать ее возле себя, чтобы она не отскочила в другую сторону. Но если бы им представился случай раз и навсегда, урезать этот узел, и чтобы они решили, ну, я опять, третий раз, боюсь спекулировать. Но это обсуждается, неофициально оно обсуждается между теми, которые интересуются молдавской политикой. В таком случае, что лучше, ужас без конца или ужасный конец? Не лучше ли отодвинуть часть туда и часть сюда, и тем самым решив проблему разве навсегда? Вот такая вот... Будете комментировать? То есть речь идет о дезинтеграции нашей страны. Это целенаправленная политика, которая поддерживается прежде всего правящими кругами Румынии, а они это делают с подачей Госдепа Соединенных Штатов Америки. Это однозначно. С заявления сегодняшнего румынского посла будете комментировать? Да, я хочу прокомментировать это заявление. Позвольте, я его зрителям напомню, что он сказал, что в нашей истории Молдовы составная часть Румынии. Да, там есть еще продолжение. Продолжение, но это самое яркое. Ну, это просто факт неуважения официального представителя государства на территории другого государства. Это официальное проявление неуважения к молдавскому государству, к молдавскому народу. Я расцениваю это именно так. И я считаю, что МИД Молдовы уже должен был бы к вечеру разразиться гневным обращением в адрес Румынии по этому поводу. И высылкой не менее четырех дипломатов. Ну, я не говорю о высылках там дипломатов и так далее. Наш МИД, он такой. Ну, я думаю, что это прямое открытое вмешательство во внутренние дела другого государства. Это однозначно можно, да не можно, оно так и расценивается, в дела другого государства. И попытка оказать какое-то, скажем так, идеологическое давление на определенную часть общества и так далее. То есть это не просто какой-то очень хороший наш друг из Румынии высказал свою личную точку зрения. Это точка зрения официального представителя румынского государства. Он же аккредитован у нас. Я сегодня читал там очень много различных отликов в соцсетях, все остальное, вплоть до того, что персона нон-грата и прочие-прочие вещи. Вам как это заявление? Даже не знаю, что прокомментировать. Я вам скажу, что история это одна из тем, которых я всегда пытаюсь избегать. Я совершенно открыто это говорю, потому что я на эту тему написал, наверное, несколько десятков килограмм еще когда до компьютерного времени и даже в компьютерное время. Например, с 2002 года, когда в Молдове возникли массовые протесты, которые продолжались 4 месяца и имели за основу именно тему историю. И до начала этого года... Народный фронт тогда еще? Да, да. И когда пришлось внесаться в Совет Европы, чтобы решить эту проблему. И до сегодняшнего дня я насчитал у себя минимум 8 папок, наполненные материалами на тему истории, которые отражали и ту мнение, и это мнение. И в тот момент, когда я понял, сколько я написал, сколько времени я потратил и сколько сил на это, я дам себе клятву. Больше не касаться этого. И не только этой темы, не только истории. Да, конечно, у меня есть собственное мнение, я не знаю, я не думаю, что оно кому-то интересно, я же не политик, я ничего не решаю в этой стране. Ну, в этой студии интересно, мы спрашиваем вас. Но история, есть еще две темы, позвольте не касаться их, вот эти три темы, которые я сказал, ну все, хватит, столько килограммов написал, все, хватит. Уже вообще даже никак не хотите комментировать. Да. Хорошо, хотела... Ну, а что тут комментировать? Есть суверенное государство Республика Молдова, признанное Организацией Объединенных Наций, ОБСЕ, Парламентской Ассамблеей Европы, Европейским Союзом и так далее. Что здесь можно еще комментировать? Ну, я думаю, что представители либералов, наверное, комментировали бы по-другому. Я считаю, и вот когда мы говорим о предмистровской проблеме, вы понимаете, я здесь вот согласен опять-таки с Игорем Николаевичем Дадоном, который подчеркивает, что реинтеграция страны – это важнейший фактор сохранения молдавской государственности и дальнейшего развития современного молдавского государства. Почему у нас за сепаратизм, пропаганду вот этих идей, есть уголовная статья? То есть сепаратизм – это подрыв государственных устоев, это отсоединение одной части государства от его и так далее. Почему нет уголовной статьи за унионизм? Точно такое же разрушение нашего государства присоединением его полностью или отдельной его части к другому государству. Я считаю, что у нас есть такой конституционный суд, который зарегистрировал власти скрытые унионисты, которые и не скрывают, в принципе, по большому счету свои взгляды. Хотела поговорить еще по поводу позиции России отдельно в этом во всем, потому что у них тоже там выборы президентские в 2018 году, и некоторые считают, что до этого момента в Москве просто будет не очень до Приднестровья, поэтому каких-то перемен ждать особо не стоит. Но знаете, завершить эту программу хочу высказыванием цитаты человека, которого я, например, всегда уважала, когда он здесь работал, потому что он дважды с миссией был в Республике Молдовы, речь идет об Уилье Михиле, постоянном представителе. И вот он замечательно сказал так, когда в Кишиневе задаешь вопрос, чего вы хотите, в ответ слышишь восстановление территориальной целостности, возвращение Приднестровья в состав Молдовы. Окей, а на каких условиях? И вот на этот вопрос в Кишиневе ответа нет. В принципе, он солидарен, я специально его не зачитывала, мне было интересно услышать, но вы, в принципе, я так понимаю, вы сказали то же самое, придерживаетесь. Из 90-го года ответа нет, да. Благодарю вас за участие. Тема, на самом деле, непростая, но мне кажется, что ее поднимать, по крайней мере, нам нужно. Уж не знаю, как там, политикам правящей коалиции, но нам, по крайней мере, нужно. Поэтому благодарю вас, приходите к нам еще и будем с вами разговаривать. Спасибо, что пришли. Спасибо. Вы смотрели программу «Дело принципа», я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова